Ой, как же всё-таки хорошо, на солнышке загорается, дааа, кайф одним словом, работа всё выполнил, теперь отдыхать могу. Так, а где-то моё пиво, ну-ка, оп, оп, на вкус. Я не понял, а что это мы тут отдыхаем? А где ролик, где ролик, а где ролик с захватом отства, плохо ты нам его уже обещаешь. Так, так, смотри, он на канале уже вообще-то, парни, вы чё? Я-то как раз таки и чили, отдыхаю, загораю, потому что видос-то выложил, вы чё, парни, вы чё-то попутали, по-моему, не? Ну не, реально, сходите, проверьте видосы на канале уже, отвечаю. Чё, парни, проверили видосы на канале, там всё нормально, всё есть, имеется, так сказать, даже, всё, видите, не обманывают. Ну всё, всё, я тогда дальше загорать, если вы не против. Всё, давайте, парни, удар. Ещё раз такое повторить. Ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае, извиняюсь, реально. Хорошо, 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 всё, договорились, договорились. Всё, парни, я дальше тогда загорать, если вы не против. Всем привет, ребят, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, и как я обещал. Правда, обещал немного райцы выложить, но по определенным обстоятельствам всё это дело затянулось. Всё, потому что мы снимаем клип. Ну, а сегодня вы увидите тот самый долгожданный захват острова Кайперика, и сразу хочется сказать, получилось очень круто. Ребят, даже при том, что я задержал этот ролик, я всё равно попрошу поставить вас лайк и, в принципе, проявить максимально актив на этом видосе. Так как провернуть это делишко и показать это вам сделало очень много времени, силу и, конечно же, нервов. Так как организация данного мероприятия очень тяжела, так что я надеюсь на вашу поддержку и актив. Давайте соберём столько же лайков, как и на захвате тюрьмы, а может постараемся и больше даже собрать. Я верю в вас и знаю, что у вас всё получится, но всегда же получается. Всё, ребят, мы переходим к видосу, всем же приятного просмотра и приятного аппетита, погнали! Ну и также, конечно, не забываю вводить мой промокод кофе, который даёт 12 тысяч баксов и вип-статус на 10 дней. Тема, кстати, реально очень полезная. Ну что же, как и с захватом тюрьмы, мы подошли к этому делу суперответственно. Сейчас я расскажу, что нужно было подготовить за 48 часов. Первым делом я понимал, что нам нужно будет очень много людей, ещё позже, чем на захвате федеральной тюрьмы. Именно поэтому я отправился на титул банды Вага, встретиться с Макодой, лидером банды и обсудить их участие в данном мероприятии. После введения в курс дела я получил добро от Макод и их очень заинтересовало данное предложение, после чего я начал готовиться. По моему плану, первоначально мне нужно было изучить остров, придумать тактики или же стратегии, как это было с тюрьмой, дабы у нас было к чему придерживаться, а не захватывать на обум. Дело серьёзное, подойти к нему хотелось тоже серьёзно. Я сразу отправился со своим человеком на остров, и мы начали изучать его вдоль и поперёк. Я, смотри, я знаю, что один въезд вот с этой стороны... А, он один есть. Нет, он не один. Да, есть ещё, есть, ну, как я понял, есть два всего заезда. Вот это один парадный центральный, да, и вот с этой стороны есть ещё въезд. Да, вот здесь дверь открывается, и вот так вот заходит просто, и всё, и уже внутри. Смотри, нам нужно будет, как сделать? У нас, мне кажется, часть людей будет стоять просто на крыше, вот этот сверху, где парадный въезд. Большая часть людей будет стоять, наверное, там, и они будут просто контролить, давать информацию, кто, сколько людей едет, и, если что, будут сразу и отбивать атаки волны. Да, вот тут вот на крыше у нас стоит человек 20-30, я думаю. Да, остальные 15-20 человек заходят просто в этот подвал и контролят там точку. Половина людей стоят вон там вот, половина там, по центру никто не стоит, и тут парочку людей стоят за колоннами просто, и всё. Нам ещё нужно будет какое-то количество людей поставить на заднюю крышу, потому что люди, если они увидят, что очень много, ну, большое скопление людей стоит на передних воротах, они будут стараться объезжать сбоку, скорее всего. И надо, чтобы у нас тоже стояли люди сбоку, именно здесь, чтобы нам могли тоже говорить, что там сбоку заезжают. Они видят, что тут много людей стоит, они либо прорываются так на скорости, где заезжают в ловушку, потому что мы уже тут, ну, с крыши стреляем просто тупо по ним. Либо они начинают, они видят, что мы стреляем по ним, когда они едут здесь, и они заворачивают здесь налево. Они едут вот сюда, тут тоже их принимают. Сначала положено, к голове уши выстраивалась картинка нашего захвата, стало больше понимания того, что будет и что надо готовить. Первый день подготовки был полностью посвящён изучению острова, примерно в составлении плана и обсуждении, как это всё будет. Времени осталось и меньше, и меньше, а по сути ещё ничего не было готово. Примерно я понимаю, что у нас будет человек 70-80, и чуть ли не за неделю предупреждал людей о захвате острова, дабы собрать максимум людей, которым это будет интересно. За один до захвата мне нужно было закупить оружие на всю свою организацию на банды лагаться и так же купить патроны. На каждого человека идёт где-то плюс-минус 300 патронов, плюс одна добом забитая машина на крайний случай, которая стояла бы на острове, как передвижной склад, с которого в случае чего можно было просто взять патроны. В итоге я купил около 50 тысяч патронов, но, конечно же, в своём магазине и, по сути, даже не ушёл с этого в минус, а наоборот заработал. Но попотеть, конечно же, пришлось, так как ночью очень мало игрушек, а товар в магазине заканчивался по КД, и приходилось самому ездить со склада к магазину, чтобы пополнять товар. Работа, конечно же, непростая, но выхода не было. Далее мне надо было закупить всем бинты, запиво на аптечке. Также мы решили взять с собой две этажки, полностью забитые аптечками, чтобы можно было поднимать людей после отбития вражеских волн. Так, всё, парни, давайте будем начинать раздавать уже всё. Значит, смотрите, в ГЛСе у нас в первом лежат патроны, там что-то 15-16 тысяч патронов. Во втором ГЛСе тоже патроны, в Туареге аптечки. Просто ужас какой-то, почему так всего много? И тут тоже аптечки. Так, я просто уже реально запутался. И тут... Я уже просто не помню, где ещё лежит. И тут у нас аптечки запиво на Туареге последнее. Так, там в финике ещё патроны за пивон. И в самом первом финике у нас оружие. Вот, всё, парни, разбираем. Также надо было купить и доставить 500 матов на титул Квакаса, что можно было скрафтить более 150 бронежилетов по два на каждого человека. Нормальный такой списочек в магазин продуктовый я собрал, да? Короче, вы сами понимаете, насколько это было всё геморройно, но это ещё не самое сложное. Самое сложное ждёт нас впереди. В общем, второй день подготовки прошёл как-то именно так. Так, переживаний было ещё больше, чем на захвате федеральной тюрьмы, но я старался не думать об этом. Ну что ж, вот и наставил тот самый день, когда мы узнаем, получится ли у нас захватить остров или мы потерпим поражение. Изначально мы все договаривались, начать сбор людей в 19 часов по московскому времени со 2 часа до начала мероприятия. Я думал, времени достаточно, но что там 2 часа, это ж дофига, но как я сильно ошибался. Так, ребята, не тут подстроились немножко. Строимся там же, где мы строились в предыдущий раз. Вон у той стены, вот у газона того, где мы простроились, когда на захват вот там вот, да. Все туда, давайте, бежим туда, туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. Бегом-бегом-бегом-бегом. Пока все соберутся, пока мы всем все раздадим, это ж каждому нужно выдать оружие, патроны, запивон, бинты, аптечки, еду. И это реально в какой-то момент превратилось просто в какой-то кошмар. Так, все, давайте все красивенько встроим, встаем. Давайте, ребята, по линии прям выстраиваемся вот так. Сейчас будем делать расчет, кто есть, кого нет. Но благосадшие ребята из моей организации помогали, мне иначе я бы точно сошел с ума. На территории нашей арги происходил полный трэш. Пришали какие-то люди, что-то постоянно спрашивали, что-то хотели от нас. Некоторые специально хотели нас как-то отвлечь, помешать. Короче, был реально полный трэш. Олег, к нам фуров приехали. Не, ну это, что за кадр такой? Ну что ты тут делаешь? Ну, братан, ну куда ты едешь-то к нам? Ну ты что? Ну что за человек? Уедь отсюда, уедь. Что ты делаешь? Уедь. Не, ну это нормально вообще? Не тратите патроны, патроны не тратите, ребят. Не надо, не надо. Также мы узнали, что кто-то снова слил информацию другим организациям, что мы поедем от заклада. Нас будет очень много, поэтому другие организации тоже начали собирать людей. Короче, реально был полный пипец. Я реально не знаю, как я не сошел с ума после этого. Это было реально очень тяжело. Очень много времени ушло на сборы. Я думал, что мы уложимся в час. В итоге мы еле как уложились полтора часа. А нам еще нужно было сгруппироваться на титуле Вагос. Где каждому еще нужно выдать броницелет, выдать косяки. Также выдать оружие и патроны. В общем, работа ждала у нас реально тяжелая. Мы собрались красивые колонны, когда уже все было готово. И поехали на титул к банде. Так, все, ребят, 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 ребят. Давайте все по машинам. Все вот, кто в строю стоит. Вот, все, пожалуйста, машины поставили. Слава богу, там нас уже ждали. Мы вышли из тачек, начали всем все раздавать. Но времени осталось прям совсем немножко. Блин, мне просто интересно, что сейчас будет на респе происходить. Офигеть. А что нас так много? Вы смотрите, сколько тачек. Это жесть. Это просто жесть. Слушай, ребят, встаньте. А сколько людей у стенки. Вы что, с ума сошли? Мы не успеем к девяти. Я вам сто процентов говорю. У нас 20 минут. Мы не успеем собрать всех. По нашему плану, мы хотели цехать туда самыми первыми, чтобы сразу сонять позиции и просто держать особняк. Поэтому нам надо было ускориться. Конечно же, до начала мероприятия, я изучил правила захвата острова Кайоперика, дабы не нарушать правила РП. Все так же, как и было с федеральной тюрьмой. Одно из основных правил, которое нельзя нарушать, это абсолютно все люди, принимающие участие, должны состоять в любой организации. Не фракции, а именно организации. Не, ребят, если вы состоите в какой-то организации, так можно. То есть, не обязательно всем быть именно в нашей организации. Если вы какой-то организации состоите, то все, норм. Мы предупредили абсолютно всех людей, которые стояли в строю, что если они хотят поехать над захватом, нужно вступить в мою организацию, иначе у нас будут проблемы. Мы неоднократно кричали об этом, предупреждали людей. Но никак, конечно же, не принуждали их это делать, лишь говорили, что для участия нужно вступить. Если хотите, мы воспримем. То есть, никакого принуждения с нашей стороны не было. Ребят, очень важная информация. Да, броники, броники нужны, да. Ребят, очень важная информация, еще раз повторяюсь. Вам нужно вступить в организацию. Все те, кто поедут на захват острова, вам нужно находиться в любой организации. Это все строго по вашему желанию, мы никого не принуждаем. Если у вас есть желание ехать с нами, то езжайте. Но для этого нужно вступить в организацию, все. Мы начали принимать людей по их желанию, но это тоже нужно было время, которое у нас и так не было. Но в какой-то момент мы поняли, что уже готовы, заряжены и можем выезжать. Так, все, ребят, все по тачкам, все выезжаем. Давайте, бегом, 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 бегом. Давайте, все, встречаемся на указанной точке в порту. Блин, а тут такой момент, что некоторым людям не хватило вообще места. Это как? У нас только тачек и места кому-то не хватило. Объясните, как это работает вообще. Все, парни, все едем. Все едем на порт, на сумку, на красную сумку. Все, все едем тут, офигеть нас машины. Я просто в жоке. Сколько на стачек едем. Кто-то уже разложился, понимаю. Пришлось еще раз давать деньги на то, чтобы ребята могли перенести свои машины из порта на остров. В общем, реально трэш, и это лишь только начало. Я вам говорю, дальше будет еще большее количество проблем. Все, парни, я верю в каждого из вас. Мы команда, мы будем действовать сообща. Верьте просто в себя, верьте в силу своих товарищей. Товарищи, у нас все получится. Все, парни, вы все красавчики, все молодцы. Давайте, все. Мы красавы, то, что собрались уже. На острове у нас все получится. Самое главное, верьте в это. Я, честно, боюсь, заезжать туда. Я не могу представить, что там вообще будет происходить. Это нормально вообще. Сколько машин. Я в шоке. Как еще не выкинул просто меня отсюда? Как меня еще не крашну? Это жесть. После того, как мы успешно переметились на остров, мы поехали в сторону особняка и начали его занимать. Все, да, да. Все, аккуратно едем. Не газуйте. Все, мы первые. Там никого не должно быть сейчас. Не дпште самое главное. Мы просто аккуратненько заезжаем сейчас туда и все. На всякий случай все пристегнитесь. Куда машины летят? Тут ребят. Все, вы дпшите, парни. Вы клоуны? Все, едем аккуратно. Просто вообще не превышая 30 км в час. Аккуратненько. Ели газу просто давать и все. Так, внутрь не заезжаем. Внутри тачки, по-моему, ставить нельзя по правилам. Просто ставим их здесь вот. Ставим просто их вот здесь вот рядышком и все. Все, ребята, давайте заходимся. Заходим, давайте не теряемся. Блин, нам же сейчас точку держать часа полтора или час. О, капец нас много. Так, нужно сейчас разделиться на две группы. Одна группа станет вот тут сверху, вот здесь. А остальные люди должны встать на втором проходе на крышу. И все, так что. Давайте распределяться примерно. Давайте распределяться. И кто более-менее стреляется, я пойду с людьми вниз в подвал займу. Нельзя, нет. Подвал можно занимать 22-30 только после этого времени. Ну, я когда захватил, ну ладно. Не-не-не-не-не. В правилах написано 22-30 только после этого спускаться можно. Все, давайте тогда распределяемся. Ну что ж, после того, как мы успешно заняли территорию особняка, мы начали распределяться по позициям. У нас было ровно две позиции. Это главные ворота и задние ворота. Мы оставили большую часть людей на главные ворота и поставили оставшиеся на задние ворота. Но если вы думаете, что после этого у нас все пошло супер гладко, у нас не было никаких проблем, вы опять же очень сильно ошибаетесь. Вот, вот сюда забираешься и потом на крышу. И там регать не будет. А погоди, а что у наших челиков откидывают? Нарушение правил войны... За что? В смысле? Что за приколы начинаются? Правило, про которое мы предупреждали людей неоднократно, было все-таки нарушено. Раз 10 объясняли людям, что был участок в захвате острова Кайперика, нужно застоять в организации. И как вы думаете, конечно же, часть людей не вступила в организацию, хотя мы 10 раз им про это сказали. Люди просто прослушали эту информацию, когда мы у них переспрашивали, они говорили, а что, надо было вступить в организацию, когда может... Ну это бред, просто реально бред. Блин, да, мне, короче, админы ответили, что они без организации. Ребят, ну что за фигня? Мы ведь предупреждали всех несколько раз, что нужно вступить в организацию. Ну вот какого фига? Ну вот вы же сейчас подставляете просто нас, реально. Именно по этой причине людей просто начали откидывать за нарушением правил захвата острова Кайперика. Их просто сажали в тюрьму, в деморган. И все, и людей становилось все меньше и меньше. И за счет этого мы потерялись человек 10-15, и нас осталось реально меньше. И это лишь только первая проблема, которая произошла у нас на острове. Нас очень жестко подставили, очень подставили жестко лидеры Макоту, потому что у него сняли баллы лидера. Массовое нарушение правил захвата. То есть реально ребята, которые не вступили в аргу, очень жестко подставили нас. Таким образом, наша задача была держать остров максимально долго. Хоть и у нас стало меньше людей, мы все равно не сдавались и ждали, пока кто-то приедет. Не, парни, вы неправильно встали. Там, скорее всего, через эти прутья рекать не будет. Встаньте на крышу. Вот, Макот, смотри. Смотри, Макот, вот здесь забираться надо, вот здесь. Так, парни, свавили тишину на секундочку, нужно кое-что вам сказать. Знаешь, смотрите, хоть мы и стоим сейчас в ФК, по сути, да, но в любую секунду к нам могут реально завалиться люди. Там много организаций готовится приехать сегодня на захват острова, так что просто будьте наготове. В любую секунду они могут приехать и начнется просто максимально жесткой тулево. Поэтому будьте наготове. Я вас очень сильно прошу, просто не бойтесь. Патроны зря просто так не тратим. Если видим машину, стреляем только по команде. Не просто так, а только по команде. Слушайте человека, который будет колить, пожалуйста. Я вас очень сильно прошу, Макот будет колить, поэтому просто слушайте его и все. Наш план был такой, что ровно в 22.30 мы все забегаем внутрь ресобняка, спускаемся в подвал и начинаем захватывать остров. А там уже как пойдет? Мы делали это в первый раз, поэтому опять же предвидеть всего мы не можем. Спустя почти час пройденного времени, никто не приехал. Мы уже начали ровлить, мол, что все, остров наш, никто не приедет. Но тут случается новая проблема. Вдруг ниоткуда не возьмись, появляется сноска. То остров Кайферика захватывается нашей компанией. И видели бы вы мое лицо в этот момент. Начинать захват острова до 22.30 строго запрещено. И я просто офигел с этого. Я думал, что все. Мы сейчас нарушим все возможные правила, хотя каждый человек был предупрежден и осведомлен. Но в итоге произошло что-то супер странное и непонятное. Вообще, смотрите сами. Ты еще раз говоришь? Мы можем из себя разбирать. Так вы что прикалываетесь? Кто остров нахал? Вы что? Ребята, я сколько раз сказал, что нельзя. Нельзя до 22.30. Смотрите, вы что? Что за животное? Сейчас, парни, проверяй. Хотите прикол? Тут никого нет. А как такое возможно? Так, лол, тут человека нет. Как остров захватывается? Что за прикол? Блин, ну я не знаю. Но у нас захват пошел. А я типа, ну человек, который стоит прямо на точке, его нет. Препал спросите, лучше просто и все. У меня откат, если что, есть. Я вот смотрю, тут никого нет. Так, никто у нас не стоит на точке захватывается. А это перехватывать надо, походу. Перехватывай потом. А, ну все, все, давайте вернем. И, короче, сейчас еще откаты покажешь. Ребят, согласитесь, очень странная ситуация. На точке никого нет, но каким-то образом остров захватывается. И лично мы подумали, что это такой функционал, что если мы долго стоим на точке, очень-очень-очень долго не захватываем ее, спустя какое-то время она сама начинает захватываться. Мы, на всякий случай, написали об этом администраторам. У нас есть и откаты. Так что все нормально. До момента, когда мы сможем зайти внутрь особняка, стало все меньше и меньше времени. Наша главная задача была продержаться до 22.30, чтобы мы могли спуститься в подвал и занять его. Потому что, по факту, тот, кто занимает подвал, это самая выгодная позиция. Очень тяжело выкрывать людей, особенно в таком количестве, как у нас, оттуда. Поэтому нам осталось продержаться еще минут 40. Но до этого момента мы не видели ни одной машины, которая приезжала на остров. Нет нового человека, который мог приехать на остров из другой организации. И мы реально думали, что либо там готовится что-то такое жесткое, либо вообще никто не приедет. давайте парни даже задача продержаться через 25 минут потом заходим внутрь и все внутри будет попроще нам экономьте не стреляй да не стрелять я же говорю не стреляйте не стреляйте до вы стреляйте два километра в длину не регает блин чувствую что ты готовится и не просто так нас скупит просто по-любому сейчас что-то будет мне кажется вам еще раз говорят неоднократно все никогда вам сказали не стрелять бегут бегут много много бежит много бежит много бежит аки со всех сторон заходят аки заходим понял 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 справа справа заходить права растянулись и давайте парни я до готовы подходят договоролись 一ان они будут все парни давайте добавить делать это вот этот момент адрес playthrough турки пока никого не должен акборда пока они не заходят они не заходят пока никого нет пока никого нет пока пока уверен это есть я никого не вижу спуститесь спуститесь вроде проходит вообще никого нет пошли они заходят я где где очень много их вернуть вот в главный ход зашли в главный ход зашли скидываем забежали на главном ходе много или откидывая они сзади стороны еще проходит они с двух сторон зашли они к двух сторон зашли парни парни но пам punto нашла где все вообще не понимаю нас так много было большой даже от тебя это спустя то есть я не ожидал что так быстро сталит я вообще не ожидал что такое произойдет но ребята сгруппировались и решили все таки пойти на нас и по итогу у них получилось это сделать не знаю где они не нашли третий проход но они явно зашли с другой стороны потому что ни центральные ворота не задние ворота не проходили не через эти точки стопроцентно они нас ли какой-то третий проход и замешли через него Проход, про который мы не знали Вот интересно, откуда это они знали Вот странно В итоге они залетели и просто раскидали всех нас налево-направо Ну мы конечно ждали бой, естественно Понятно, у них там тоже много людей полегло Как бы без боя-то никто не сдался После чего мы приняли сразу же резкое решение Что нам нужно срочно регруппаться Потому что времени до конца захвата Осталось всё меньше и меньше и меньше Так, всё, парни, давайте регруппируемся Жду всех на особняке, садитесь, давайте все по тачкам Давайте, кто на острове ещё остался Давайте, ркажитесь, быстренько возвращаемся на базу Быстренько снова возвращаемся на остров Всё, парни, давайте, всех жду, давайте Надо ускориться, очень мало времени, реально Очень тяжело было собрать людей Ещё один раз, потому что вообще Большая часть людей не знала, что такое РК Как нужно регруппаться и так далее Было очень тяжело, но каким-то засталом Мы всё-таки собрались поехать на остров Но проблема ещё заключалась в другом Поступила информация, что на острове прямо сейчас находятся Наши союзники Без понятия вообще, я не знал, кто они Как они выглядят, не было никакой информации Вообще была какая-то полная дичь Ничего не было понятно И просто всё было на бум Поэтому, когда мы залетели на особняк во второй раз Я просто потерялся Я не знал, по кому стрелять Я не знал, где свой, где не свой Это было просто жесть Всё, давай, дубай два, погнали Только я запутался Я не помню, кто свой, кто не свой сейчас на особняке Вот это наши, или не наши Не стой, стой, стой Да, это не наши, это не наши Всё, давай, давай Во, по девочке Скидывайся, скидывайся По ней, по ней, по ней Давай, давай, давай Хорошо Она опять скинула Скинула, нас скинули Всё, её скинули Вот, по шапке, по шапке Побелу шапке По билу шапке Давай, давай Гyi ДАЛАЙ Стреляй Ты чего так много их тут? Я не понимаю Вроде в Black 87-кл расстулили. До сих пор там. Давайте, ребят, ещё раз регруппаемся. Я сейчас заберу кого-то с ЕМС, сбалиться могу забрать. Сейчас как раз таки буду ехать по этому, так сказать, маршруту. После чего встречаемся все на красной сумке в порту. Всё, парни, давайте. Регрупп, регрупп, регрупп. У нас очень мало времени осталось. Ну, ребят, мы, конечно же, не сдавались и решили регруппнуться ещё раз. Третий раз. Времени у нас ещё, в принципе, было немного в запасе, поэтому мы, по идее, успевали. Мы начали снова собирать людей, мы начали снова регруппаться и самое сложное было лишь только раздать всем оружие, патроны и так далее. У нас было ровно 15 минут на то, чтобы собрать и одеть всех людей, выдать всем оружие, бронежилеты. Всё, что только можно выдать, мы должны были это сделать ровно за 15 минут. Так как в 50 минут мы должны были уже напасть на остопняк, чтобы быстренько зайти, спутиться в этот подвал, расстолить там всех и начать захват. Потому что захват острова длится 5 минут, как и все остальные точки на захватах. Поэтому у нас должно было быть ещё какое-то время в запасе, чтобы мы могли не только успеть там всех растулить, но и захватить сам остров. А то это было бы очень странно, если мы взлетели, всех растулили, а остров по итогу не наш. Все были на нервах, кто-то хотел спать, кто-то устал. Короче, реально происходило полная дичь. Мне кажется, в любую секунду у меня мог произойти просто нервный срыв, потому что я очень сильно переживал насчет этого, переживал за людей и вообще, в принципе, всё за вот эту движуху. Но мы вроде как уложились в эти 15 минут, собрали кое-как людей, у кого-то даже оружия не было и решили попробовать в последний раз напасть на остров. Всё, парни, давайте, последний заход у нас ровно есть 10 минут на то, чтобы проникнуть внутрь этого острова, этого субника и просто захватить его. Всё, заезжаем, заезжаем, заезжаем. Всё, тачки в кустах паркуем, всё, просто запиваемся сразу вот так вот слёдом и летим. Давай, 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 вперёд, вперёд, вперёд. Все бежим, гавный ход сразу спускаем ещё вниз. Бегом, 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 бегом. Пошли, 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 пошли. Давай, давай, давай. просто мясом безategory dreams давайте партию ну ты чего вот здесь заходит вот 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 сюда вот сюда у детей заход вот сюда вот-вот парни вот тут вот здесь здесь zystнь собственно поazioni ч all а нормально то есть,то там машина стоит а как это? а,как собираться туда?! там уже,там челики там челики,там челики,там челики внутри,челики, 한국 можно dumped on professionally а как внутри зайти?там тачкой перекрыли давайте,там тачкой перекрыли itself sub давайте,там thieves взять,зайдите а мб calam не стойте,заходим очередь перехода в реально пройти нельзя лечу а как а как пройти реально я пройти не могу просто чуть-чуть это неправильно правил вы начался вот но кто поставил . он для чего но вот зачем так делать я не могу просто внутри зайти такой бред у нас просто человек а что тут происходит а куда бежать то вообще ребята скажите как это захватывать как объяснить пожалуйста как это захватывал я просто жива я там еще с другой стороны какая-то другая организация тут дверка не задумывает этот он из дверки я и он еще на зайти меня все у меня текстурок нету парни я ничего не вижу я просто ничего не вижу я просто стреляю по стенке я просто вижу все я просто вижу все насквозь нам для все это бред айка злору все о подожди куда-то прошел по моему даже лоб какие-то лабиринты начинаются вот так никто и тут что-то зарекало ну-ка будет будет о о о о о чуть не реагирует не реагирует еще не все это проходит тут никого не было ребят в общем ребят как-то так прошел у захват острова к сожалению не получилось его вот пить но мы правда старались очень много сил было вложено в это и конечно такой расклад очень расстроил нас но чё поделать зато мы получили респект от всех организаций что собрались такой толпой сделали всем контент мы делали такое впервые поэтому вообще ничего не знали но думаю для первого раза мы справились на ура в следующий раз у нас сто процентов получится хватить острова главное верить в это и вы верьте в нас большей части проблема была в том что большая часть людей в нашей организации которые присутствовали на захвате острова это новички которые вообще понятия не имеют что происходило они в первый раз оказались в такой ситуации им было сложно реагировать и как-то действовать подобно плюс наших щеликов откинули администратора за нарушение правил это еще один минус и так как мы делали это действительно в первый раз проблем было реально дофига но в любом случае хочу сказать огромное спасибо нашей организации всем ребятам кто принимал участие из нашей арги конечно же банди вага за то что принимали участие в этом парне вы молодцы вы красавчики у нас ну почти получилось но в следующий раз получится еще лучше думаю для первого раза мы справились на ура в следующий раз у нас реально получится захватить остров просто ребята верьте все захват термопул действительно намного проще это реально факт в любом случае я надеюсь вам понравился этот видос и поставили лайк подписались на канал все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом это был проект gta петерпенсия на санрасть промокод в описании коди который дает 12.2 своим статусом на 10 дней на этом сегодня все всем до скорой встречи и всем пока пока